Сегодня вечером минские меломаны, в частности любители блюз-рока, могут с гордостью сказать, дождались. В эти минуты в Минске проходит концерт всемирно известного Джо Кокера. Хриплый Джо, как называют его поклонники, еще одна звезда мирового масштаба, которая включила белорусскую столицу в маршрут своего турне. Впрочем, минчан в этом смысле уже сложно удивить. Звезды в последнее время у нас выступают одна ярче другой. Тот же Джо Кокер в Минске не впервые, но интерес от этого не меньше. Наш корреспондент Нина Можейко услышала только начало концерта, а все для того, чтобы привести эксклюзивные кадры к эфиру. Для него успех после сорока не миф, а реальность. Саундтрек к фильму «Девять с половиной недель» буквально взорвал музыкальные чарты в 85-м, когда Джо было уже 41. Миллионы женщин по всему миру мечтали о встрече с обладателем волнующего голоса с хрипотцой. Во второй раз в Минск мистер Кокер прибыл за считанные часы до начала концерта. Можно сказать, узким составом всего 12 человек команды, включая саму звезду. Специально для нашего канала Джо, несмотря на усталость, дал интервью. Мне понравилось мое первое шоу здесь. Белорусы – хорошие слушатели. Я попробую снова выступить отлично. Я уже завершаю свои гастроли. 16 апреля дал 60 концертов. И все еще полон энергии. Бытовой райдер певца за два года не изменился. Пара бутылок любимого калифорнийского вина и черные полотенца для музыкантов. Цвет намекает на практичность короля блюз-рока. Джо Кокер – это мировая звезда, но исходя из райдера, который мы получили, какие-то сверхъестественные вещи, которые были бы не свойственны артистам такого уровня, мы не нашли. Среди особенностей можно отметить, что у него свой повар, который непосредственно готовит еду именно для него. Ну, наверное, это самая такая ключевая особенность. Пока заграничные гастролеры настраивались на шоу по пути в гостиницу, фанаты уже с утра поджидали кумиров у входа. Остановился музыкант в одном из номеров класса «Люкс» президент отеля. У меня там жена на концерте стоит, а я тут вот хочу просто взять, получить автографы. Это музыка для интеллектуальных людей. Я как человек, воспитанный на хорошей музыке, очень ценю Джо Кокера. Джаз-рок – это то, что надо. Самый дешевый билет на шоу – 600 тысяч. Однако фанаты не поскупились и не прогадали. Поклонников артист порадовал не только абсолютно новыми продуктами своего творчества, но и проверенными временем хитами. Хриплый Джо исполнил золотые композиции блюз-рока. Известно, что Джо Кокер пробудет в Минске не более суток и уже завтра продолжит турне. Следующий концерт «Легенды» пройдет в Швейцарии. Нина Можейко и Дмитрий Горкуша, агентство теленовостей.